Стань донором, спаси жизнь! Об этом сегодня поговорим с Татьяной Индюшкиной, главным врачом Алтайского краевого центра крови. Татьяна Николаевна, прежде чем перейти к основной теме нашего разговора, не могу не задать другой вопрос, касается темы дня, а то может быть недели. Так требуется ли кровь пострадавшим в страшной аварии три дня назад в центре Барнаула или нет? Всем пострадавшим в этой аварии оказана помощь сразу же после того, как их госпитализировали в больницу в полном объеме. И все компоненты крови, которые требовались им на момент госпитализации и на сегодняшний день, выдаются в полном объеме. Спасибо. Студенты сдают кровь уже четвертый день. Много ли, по вашим данным, желающих-то? На сегодняшний день к нам пришло порядка 500 уже доноров. Где-то в среднем около 100 человек приходят на площадь Сахарова, где они сдают в мобильном пункте нашим. И порядка 50 человек ежедневно, ну плюс-минус, приходят к нам в центр крови, сдают кровь. Это много или мало по сравнению с теми? Это нормально. Мы рассчитывали, что придет где-то порядка 650-700 человек. Ну так оно и есть. Насколько пополнился бан крови вот за эти дни? Ну, здесь можно просто посчитать. То есть где-то в среднем берется 500 мл от человека. То есть если 500 человек на сегодняшний день, говорим, то есть это порядка 250 литров, плюс-минус, бесспорно. Потому что часть уйдет в брак, как это ни печально, но такое бывает. Но в целом, я думаю, литров 200 однозначно останется у нас в запасах. Насколько этого хватит? Мы ежедневно выдаем где-то в среднем от 60 до 80 литров различных компонентов крови в медицинские организации. Но опять же, простая арифметика. То есть если мы говорим 200 литров, и даже где-то среднюю цифру возьмем 50 литров, то есть это на 4 дня. Но это не значит, что эту кровь, которую заготовили мы буквально с понедельника, мы будем прямо сейчас ее выдавать. Часть компонентов крови будут заложены на карантин, а часть действительно останутся на хранении у нас. Но какие-то компоненты будут длительно храниться в пределах года, либо даже трех лет, если это говорить о плазме. Какие-то компоненты будут выданы через 5 дней, какие-то компоненты через 30 дней. То есть на протяжении вот этого времени эти компоненты крови будут в плановом порядке выдаваться в лечебную сеть. Есть ли уже среди желающих, среди студентов, которые приходят, те, кто уже не первый раз, скажем так, приходят? Конечно. У нас есть такие студенты, их много. Я даже сейчас, наверное, не смогу назвать вам цифру точную, сколько у нас постоянных доноров-студентов. Но среди них есть уже и достаточно много доноров, которые стали почетными донорами. Это где-то уже в пределах 10 человек. Это люди, которые за период обучения в вузах, либо в средних образовательных учреждениях, они за это время сдают такое количество крови, что им присваивается звание почетный донор России. Вы проводите эту акцию совместно с высшими учебными заведениями и среднеспециальными, насколько я понял. То есть, получается, в вашем центре не хватает крови, что ли? Нет. Вообще цель акции – это не заготовить просто, вот просто заготовить ради заготовки. Нет, ни в коем случае. Уже давно цель акции – это, в первую очередь, пропаганда здорового образа жизни среди нашего населения. И воспитание у человека, у гражданина, как Российской Федерации, так и Алтайского края, чувство ответственности, наверное, перед своими коллегами, друзьями, чувство сострадания. Потому что, к сожалению, вот этих чувств все меньше и меньше у нашего населения. И вот, наверное, на сегодняшний день уже не столько дефицит в крови, сколько дефицит вот в этих человеческих качествах. И мне кажется, наши донорские акции вот эти вот, они все-таки формируют такой консингент населения, которые неравнодушны, которые отзывчивы, которые заботятся о своем здоровье. И как с целью для того, чтобы быть донором и делиться своей здоровой кровью, так и о своем собственном здоровье, что тоже очень важно. А у меня вот такой вопрос. Насколько важно обновлять, скажем так, кровь в своем организме? Или нет? Или это миф такой есть? Развеете его, подтвердите? Нет. Ну, вы знаете, природой вообще-то не предусмотрено обновлять кровь. Давайте начнем с этого. Поэтому, если человек не донор, это не значит, что это плохо, и для организма это не является пагубным. Но в то же время, когда человек регулярно сдает кровь, есть определенные плюсы. Конечно, происходит омоложение клеток крови, и это в первую очередь повлияет на иммунитет человека. То есть, ну, это вот как бы замечено уже, да, что лица, которые регулярно сдают кровь, они меньше болеют различными простудными заболеваниями. Есть такая тенденция, да? То есть, у них иммунитет все-таки повыше. Ну, и, наверное, самая такая тоже важная составляющая, люди, которые регулярно сдают кровь, у них организм привыкает к кровопотере. Мы живем в вверх технических каких-то всевозможных событий, да, и, к сожалению, катастроф каких-то. И вероятность человека, что он окажется в ситуации, травмирующей его, и ведут, которые ведут к кровопотере, это очень большая вероятность, да? И поэтому лица, которые регулярно сдают кровь, они легче переносят кровопотерю, и вероятность летальных исходов в этом случае у доноров обычно меньше. Если человек боится сдавать кровь, но хочет прийти, вот какой вы совет можете им дать? Организовать друзей. Как побороть вот себя? Вы знаете, может быть, и не надо себя бороть. Нет такой задачи, чтобы все граждане были донорами. Вообще, в мировой практике выведены определенные такие цифры, высчитаны, да? То есть, когда от 2 до 6% населения является донорами, этого достаточно, чтобы обеспечить страну донорской кровью. Поэтому нет необходимости всех людей превратить в доноры. И если у кого-то есть такое желание, но страх не позволяет ему стать донором, то есть он может стать волонтером именно в части организации донорского движения. И пропагандировать, вот как я уже говорила, здоровый образ жизни среди своих друзей, коллег. Приходите, приходите, сдавайте кровь. А куда приходить? Можете адреса назвать? Ну, в городе Барнаули, это центр крови расположен по улице Ленина 197, проспект Ленина 197. С донорами работаем мы ежедневно с 8 до 12 прием идет доноров. В городе Бийске, в городе Рубцовске точно так же, это филиалы центра крови. У нас еще два отделения переливания крови расположены в городе Камни и в Славгороде. Это вот те места, где сдают кровь. Если студент не успел во время акции сдать кровь, может ли он прийти в другой день? Конечно, во-первых, он может. Они уже и сегодня так же. Часть, я говорю, как я уже сказала, сдают на площади Сахарова, часть приходит к нам. И, в общем-то, это уже практика обычная. Студенты вообще круглых вот туда сдают кровь. Только не только во время акции. Нет, нет, нет. Они не только во время акции сдают кровь, они сдают в течение всего года. Я бы очень хотела поблагодарить всех наших доноров, студентов. Они очень отзывчивы, очень искренни, очень честные. И, действительно, за счет вот их вот этого такого отношения к людям, которые нуждаются на сегодняшний день в этих компонентах крови, то есть служба крови работает стабильно. Татьяна Николаевна, насколько важно проводить гораздо чаще такие акции или не надо? Нет, часто не надо. Потому что, во-первых, есть же интервалы сдачи крови. То есть вот те, кто сдаёт цельной кровью, у них интервал должен быть не менее двух месяцев. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ну, у нас вообще-то мы работаем в плановом режиме. То есть акция – это всегда, ну, в общем-то, это немножко экстремальная такая ситуация для сотрудников. Потому что если в обычном, в обычный день к нам приходит порядка 70-80 человек, да. Вот на сегодняшний день это уже 150, это уже так под 200. В этом нет необходимости, потому что компонент крови имеет срок хранения. Если много мы сейчас заготовим, мы просто не сможем реализовать за тот период, пока действует срок хранения. Поэтому в этом нет необходимости часто проводить такие акции. Когда мало – плохо, когда много – тоже получается не совсем хорошо. В последние больше 10-15 лет, вы знаете, у нас нету такого жёсткого дефицита. Чтобы вот мало, такого не бывает. У нас есть банк замороженных эритроцитов, который позволяет нам хранить компоненты крови, вот в частности эритроциты, на протяжении года. У нас всегда этот банк есть. Там на сегодняшний день порядка тонны хранится. И поэтому, когда вот летние месяцы, они действительно более такие сложные в этом плане, доноров действительно меньше. И в этом случае нас, конечно же, очень сильно выручает банк. Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна. Давайте становиться донорами и спасать жизни. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Берегите себя.